Выйти из тени. Рейд по массовому выявлению тонированных авто прошел на Лежневской улице в Иванове. На борьбу с темной пленкой вышли 9 экипажей ГИБДД. Проверка сплошная, поток сузили до одной полосы, так что скрыться от внимательного взгляда инспекторов не получится. Разрешенная светопропускная способность передних боковых стекол 70%. У этого авто показатель явно меньше нормы. Но собственным глазам инспекторы не доверяют. Проверяют специальным прибором. Блик-Н. Смотрите. Светопропускная с между лучами сейчас составляет 100%. То есть прикладываем датчики к вашему стеклу. Смотрим. Светопропускная с 26%. Должна составлять 70%. То есть не соответствует. Выявив нарушение, инспекторы предоставляют водителю право выбора. Удалить пленку на месте. Тогда останется только выписать протокол и автолюбитель свободен. Штраф 500 рублей. Если успеть заплатить в первые две недели, сумма в два раза меньше. Водителям, которые не готовы расстаться с тонировкой здесь и сейчас, тем, кто хотят сделать это в автосервисе, боясь навредить внешнему виду авто, инспекторы вручают требования об устранении нарушений. Если через сутки данный автомобиль будет задержан, водитель уже будет привлечен по статье 19.3.6.1. За данное правонарушение предусмотрен уже административный арест. То есть выписывается протокол административного правонарушения и водителя везут уже в суд, в мировой суд, по месту совершения административного правонарушения. У этой иномарки боковые стекла соответствуют норме. Зато обовое тонировано не по густу. Водитель ищет лазейки в законе. А погодные условия мы будем замерять? Погодные условия, ясная погода, дождя нету, солнышная. Не в дожде дело, есть давление, есть влажность, температура. Можно будет запросить в метеорологическом центре давление, влажность, температуру. Меряем в вашем присутствии. Светопропусками 61%. Результат в трех точках измерения одинаковый. 61% светопропускной способности вместо разрешенных 75%. Значит, прибор не врет. А что касается метеосводки, обязательные условия, которые должны соблюдаться при проведении замеров, это ясная погода, отсутствие осадков и температура не ниже минуса 10 градусов. Дополнительные влажность воздуха и давление на месте не фиксируют. Но если доказать, что эти факторы за мером неблагоприятствовали, можно оспорить штраф за тонировку в суде. Хотя занятие-то хлопотное. Вообще, в ходе рейда выяснилось, что несмотря на строгие правила и возможность оказаться под арестом, многие водители от тонировки не отказываются. Как правило, они ссылаются на то, что они перевозят ценные вещи, им ярко светит солнышко, припекает. Как говорят девушки, они прячутся от мужских взоров, то есть от пристального внимания мужчин за рулем. Но немногие понимают, что при нанесении данного покрытия видимость дороги резко ухудшается. В ясную погоду более-менее все видно, а вот в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости, дождь, туман, видимость практически сводится к нулевой. Переходят на темную сторону, как показывает статистика, по большей части владельцы дорогих авто. Штраф для них пустяковая плата за возможность скрыться от посторонних взглядов. Но для сотрудников ГИБДД нет разницы, люксовое авто или ВАЗ. Их задача – пролить свет на нарушение. Операция «Тонировка» стартовала 1 июня и продлится до конца недели. В этот период инспекторы уделят особое внимание тем, кто пытается уйти в тень. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванов. Редактор субтитров А.Семкин